друзья всех вас приветствую здравствуйте это юрий и канал тик так мир мир японских часов сегодня на обзоре новые дайверы sbdc 195 их многие почему-то ждут хотя там изменений так уж и много но об этом сейчас поговорим прежде чем откроем коробку новые коробки у сейка хотелось бы сказать что связи с проблемами на ю тубе также наши ролики будут выкладываться на платформе вконтакте и на рутубе смотрите где вам удобнее ссылки на вашем экране переходите не теряйтесь в новой коробке теперь ко всем часам не только проспексом но и при сажике классические вот так эта коробочка выглядит обычная ну естественно из переработанного картона здесь никакой ниши под документы нет есть одна бумажка гарантийный талон которая лежит внутри картонной коробки инструкцию тоже уже не кладут довольно давно причем все и citizen и сейка и кассио экономим бумагу защищаем природу сейчас подробно расскажу что поменялось что лучшую сторону что в худшую давайте начинать середина 2024 года сейка выпускает три новые модели в знаменитом стиле 62 марс маленькая историческая справка 62 масс именно так назывались первые дайверы сейка вышли они в 1965 году полное название было 6217-8001 а перед этими цифрами стоял индекс 62 масс и каким-то образом именно 62 масс приклеилась к этой серии таких стали называть именно эту форму корпуса немногие знают но м и с это сокращение от автоматик сайф дейтер то есть по-русски автоподзавод этот 62 масс стал культовым дизайном очень много было переизданий в 2017 году появились sbdc но 51 и 53 на 6 r15 я не повторяли знаменитые дизайн 62 нас были хитом продаж и стоили тогда по моему по 50 тысяч рублей здесь уже и новый механизм но корпус и общий дизайн в целом все похоже за семь лет момент появления тех первых двух моделей воссозданных много было разных переизданий в том числе лимитов в том числе на хороших механизмах уровня гранд сейка и шестерки 6 r15 6 r35 6 r55 разве что по моему на 4r модели не было то есть сейка в данном корпусе часы в данном дизайне 62 масс всегда позиционировала как средний и выше среднего по уровню мы с вами сравним эту модель с предыдущие sbdc 101 по размеру по механизму по дизайну внешнему виду это было последнее переиздание то есть вот эта модель сменила можно сказать я думаю что sbdc 101 уже скоро не будет в продаже 195 сменили 101 и всю серию аналогичных часов и вместе с данными 195 вышли еще две модели в классическом черном корпусе не лимитированные также по цене 176 тысяч иен в европе ретел 1400 евро также вышла третья модель цветовая расцветка лимитки золотисто-коричневая угольная в общем смотрите на экране как этот цвет называется я не знаю ее к столетию компании сейка приурочили сейка празднует 100 лет в этом году и ряд моделей они лимитировано выпускают именно к празднику лимитка немного дороже но к ним идет дополнительный сменный ремешок и в принципе по деньгам то на то и выходит к самим часам давайте перейдем синий циферблат сегодня на обзоре хороший не лучистый спокойный классный синий циферблат я думаю эта модель будет популярна если хотите прям строгие часы для вас есть черные корпус стальной браслет стальной здесь практически никаких изменений по сравнению с sbdc 101 полировка преимущественно сатинированная в том числе и на браслете на браслете глянец есть вот смотрите на торцах и все больше его здесь нет нигде средние звенья средние части в том числе и уходящие вовнутрь они также сатинированная полировка изменилась застежка по сравнению с последним изданием и когда на нее смотришь первый раз ничего не понимаешь вот она застежка друзья мои вот такая малюсенькая маленькая для дайверских часов ну как-то странноватая что ли застежка на мой взгляд по крайней мере вот так она выглядит давайте еще разочек смотрите если бы не это дайверское удлинение то я бы сказал что что-то испортили но в комплексе в целом выглядит вполне нормально сейчас на руку надену посмотрите как это выглядит если ее отдельно оценивать то конечно немного странноватая но летая качественная здесь никаких вопросов к ней нет дайверское удлинение то есть она отщелкивается и идет удлинение выглядит это не очень эстетично я много раз показывал не самый такой приятный процесс вот это открывать поэтому показывать не буду если уж хотите посмотреть пишите комментарии и в телеграме покажу как это открывается заводная головка также на резьбе никакого рисунка здесь нет и посмотрите она слегка утоплена в корпус на предыдущих 101 такого не было давайте открутим посмотрим как переводится дата здесь механизм 6r 55 его уже в кинг сейка ставят примерно как год все то же самое что на 6r 35 в предыдущей модели но немного увеличили запас хода до 72 часов было 70 по частоте все те же 21600 также есть и ручной и автоподзавод понятно 12 дня у нас с вами по точности плюс 25 минус 15 то есть не изменилось абсолютно 24 камня те же самые и и по хорошему кроме запаса хода еще одним изменением является только смещение даты с 3 часов до 4 30 это мы с вами сейчас еще обсудим подбираемся к 11 дата начинает переводиться и переводится она вы сами видели примерно без 10 12 по механизму резюмируем осталось практически все то же самое только запас хода стал на два часа больше и сместили дату остальном все тот же 6 r 35 ничего здесь особо не улучшили давайте посмотрим поближе на циферблат там где три часа метка полноценная теперь раньше она была обрезанная и стояла окошко даты теперь у нас дата на 4 30 в районе 16 30 и вы знаете это еще одно изменение которое немного вводит в такой ступор раньше дата была на белом фоне крупные многим не нравится дата на белом фоне но она была крупной хорошо читалась сейчас дата на черном фоне это однозначный плюс многие реально оценят и купит эти часы только из-за того что здесь темная дата но дата стала меньше и когда смотришь на часы иногда и и даже и не замечаешь если это было целью сделать маленькую еле заметную дату то все когда молодцы вы свои цели добились если такой цели не было то что то здесь не то реально маленькая дата и даже чуть-чуть смотрите подальше часы убираю уже дата еле читается когда часы вы наденете на руку обычно где-то пол метра до между рукой и глазами вряд ли вы исходу дату прочитаете придется вглядываться здесь сто раз подумайте устроит вас это или нет но в целом по изменению даты скорее плюс чем минус поскольку ее сместили метка стала полноценной и плюс добавили черный фон также особо внимательно могли заметить надпись divers 300 метров предыдущие sbdc 101 были двухсотметровками как и большинство переизданий 62 mass здесь у нас 300 метров нужно это или нет не знаю правда если вам надо то пишите комментарии и третьим изменением помимо другого механизма большее водозащиты являются размеры часов они стали чуть-чуть компактнее причем настолько что на глаз в это точно не заметите сравним с последней модель к sbdc 101 здесь 46 и 4 по высоте там было на 8 десятых миллиметров больше здесь 40 миллиметров по ширине там было на 5 десятых миллиметров больше здесь 13 миллиметров по толщине там было на 2 десятых миллиметра больше по весу 168 грамм против 180 на 101 модели по длине браслета ничего не изменилось 195 миллиметров что здесь что там запястье 17 половиной сантиметров посадка отличная подушкам не выпирает все супер если только у вас рука не 4 сантиметра по ширине то есть по вот этому параметру тогда да будут выпирать если 5 сантиметров и выше то все будет хорошо по толщине тоже нормально учитывая естественно что это дайверы по размеру браслета здесь запас огромный и по застежке то о чем не говорил смотрите была бы она без вот этого удлинения смотрелось бы ну как-то по игрушечному на мой взгляд в целом именно с удлинением вот это вот композиция оставляет хорошее впечатление то есть такая нормальная полноценная застежка насколько удобно вот эта маленькая застежка в повседневке здесь не скажу давайте дождемся комментариев реальных владельцев хорошее это изменение или нет пока не понятно еще раз как смотрится на руке опять же вернусь к дате в таком ракурсе сейчас примерно мои глаза в 30 сантиметрах от часов зрение у меня хорошая но я с трудом вижу что здесь 24 также на модели есть люминофор lumi bright светит как всегда у дайверов отлично отмечу что безель здесь однонаправленный крутится только против часовой стрелки часы новые движения такие с усилием но в целом приятные без перчаток будет гораздо легче сам безель вот эта синяя вставка это алюминий сверху которого находится лак естественно он закаленный защищен от царапин само собой супер крепкое покрытие такое же как например минеральное стекло hardlex усейка то есть они про него говорят что это супер минералка для дайверов носите и будете радоваться больше чем сапфиру примерно аналогия и вот с этим бедерем это не керамика поэтому все равно поцарапайте может быть не так быстро может быть не а каждый угол вы его зацепите но все равно когда-то вы его зацепить имейте ввиду закаленный лак это не керамика как ни крути стекло сапфир слегка изогнутая односторонний антиблик и также добавлю что и корпус и браслет с защитным покрытием diashilt 600 единиц твердости по векерсу давайте к выводам новые часы стоит 176 тысяч японских йен в европе retail 1400 евро 101 sbdc стоили 159 тысяч японских йен с учетом японской инфляции и падение йены повышение закономерное и по-другому быть я думаю не могло часа сохранили прежний дизайн 62 масс все также угловатый строгий корпус можно сказать ретро дизайн хотя на мой взгляд отличные строгие современные часы которые вы можете и на пляж и под костюм легко надеть особенно если это черный циферблат под костюм будет вообще замечательно наконец-то черная дата многие будут довольны и улучшена водозащита целом можно говорить о том что хорошая эволюция модельного ряда 62 масс часы не испортили хуже не сделали сильно дороже не также не стали поэтому могу рекомендовать если вы хотите что-то дайверское современной от компании сейка на японском рынке эта модель называется sbdc 195 часто поступает вопрос а чем же часы отличаются от часов который называется например spb 451 или 453 ничем они не отличаются это референсы для европейского американского азиатского рынков то есть для любых других рынков кроме японского японии дайверские часы имеет референс из трех букв sbdc и дальше уже идут цифры отличия иногда могут быть но они минимальные может быть небольшой какой-то оттенок в циферблате светлее темнее или метка на трех часах может быть чуть пошире чуть поменьше в остальном разницы никакой нет и большинство моделей сейка на сто процентов одинаковые если это sbdc или spb серия на этом и закончим еще раз напоминаю что теперь видео будут выходить также на рутубе и вконтакте смотрите там где вам удобней а у меня на этом все всем спасибо будьте здоровы носите самые лучшие часы всем пока и и и Продолжение следует...